Барометр деловой России Что же показал барометр деловой России в марте этого года? Барометр деловой России И есть ли рецепты, как можно избежать кризиса? Наш сегодняшний гость Надежда Копытина, президент компании Ледова Лучшая женщина-предприниматель, автор книг о бизнесе и успехе Здравствуйте Здравствуйте Надежда, вот кризис 2008 года уже стал вторым масштабным кризисом в нашей стране 10 лет, кстати, перед этим был кризис 98 года Можно их сравнить? Есть ли какая-то разница между этими двумя кризисами? В чем особенность сегодняшнего? Того, что происходит с нами сейчас? То, что сейчас происходит, все-таки Это же уже 2012 И говорить о том, что мы находимся сейчас в кризисе 2008 Но точно так же на нас влияет и кризис прошлого века И все другие кризисы, которые с нами происходят Я всегда считаю, что то, что происходит и называется кризисом И мы с вами отлично помним, что кризис В переводе с китайского это возможности И говорить о том, что хорошо, это плохо Я понимаю, что кризис просто необходим Для того, чтобы жизнь совсем по-другому выглядела И кризис не может не случиться, потому что все его очень активно ожидают И все о нем очень массированно сообщают А известен принцип То, на чем мы концентрируемся, обязательно должно произойти То есть мы так выбираем и притягиваем к себе это событие По сути, мы сами создаем это пространство вокруг себя Мы этого боимся Когда мы боимся, с нами это обязательно происходит И он кризис Нет, это понятно на уровне одного человека А тут это что, коллективное ожидание? То есть мы все медитировали по поводу того, что это должно случиться И вот оно случилось И при этом случилось неожиданно Ну как неожиданно? У нас каждый год снег неожиданно падает Нет, ну 2008 год случился неожиданно Так же, кстати, как и 98-й То есть если бы мы все медитировали То на эту тему мы бы как-то были готовы Я не согласна по поводу того, что все это неожиданно Это абсолютно каждый раз предсказуемо Каждая компания чувствует на себе каждый раз То, что наступает, что вот-вот что-то будет происходить Ну и подготовиться заранее Мы всегда знаем, что завтра пойдет снег Что скоро наступит зима А вот сейчас скоро наступит лето Будет жарко, будет пух тополиный Выключат воду Мы все это знаем Но не все готовимся Хорошо, вот на уровне компании Мы понимаем, вот уже впереди кризис Начинают смотреть свои издержки Мы не понимаем, что впереди кризис Мы рассуждаем совсем другими параметрами Мы в какой-то момент начинаем понимать Что уровень зарплат растет Экономика компании показывает Обычно в таких ситуациях Что прибыли уже давным-давно нет Как-то надо проводить изменения Как проводить изменения Давайте резать зарплату Времени на это не хватает Народу объяснили Давайте резать зарплату Иначе дальше будет еще хуже Если мы начинаем резать в этот момент зарплату Сотрудники начинают уходить Соответственно, это такой отток Человеческого ресурса происходит А в это время у всех расходов еще нормально Да, все То есть мы же в конкурентной среде Из-за этого Мы в конкурентной среде И понятно, что у каждой компании Есть своя кислородная подушка Или подушка прибыли То есть мы боимся раньше начать Допустим, оптимизировать издержки Просто потому, что у коллег пока все нормально Конечно И они получат выигрыш Я понимаю, что оптимизировать бизнес Надо всегда То есть, по сути, делая бизнес каждый день Расслабляться в этом проекте нельзя Ну, точно так же, как, я не знаю, верховая езда Либо я верхом на коне Либо, если я уже больше не могу управлять конем Надо с него слезать Ровно так же с управлением бизнесом А готовы управлять бизнесом? Расслабляться там некогда То есть надо очень четко Надо быть четким, точным, дисциплинированным Не отвлекаться Делаю сейчас этот проект Хочу довести его до такой-то стоимости До такой-то прибыли До таких-то результатов Все эти результаты, как вы говорите Барометры эти все обозначены Система координат начертана И, соответственно, я в этой системе координат Как ледокол Ленин Иду вперед При этом вы предполагаете, что возможен кризис Да? И начинаете брать кредит Когда ледокол Ленин Ледокол Ленин идет И браздит в просторы И ему надо дойти до конца пути И у него, в общем-то, все рассчитано Что у него есть необходимое количество топлива А перед этим ледоколом поставлена задача И он точно дойдет Если все, кто находится в этом ледоколе Абсолютно уверены в том, что он дойдет до конца пути Не подвергают сомнению этот путь То ледокол, как правило, доходит до конца Если нет, есть правило спасения Как в такой ситуации спасаться? И, как правило, это такие нетривиальные события Каким образом команда корабля Или этого ледокола Должна будет выжить, прожить, дойти И, понятно, отвечает капитан Понятно Но все-таки вот 98-й год и этот год Что-то новое случилось? Конечно, новое Случилось принципиально новое Во-первых, мы с вами Относительно 98-го года Мы с вами живем в едином информационном пространстве Масштаб массового сознания страхов Про мировой финансовый кризис Стал глобальным Если мы говорим о... То есть у нас в тихой гавани не получилось Если мы говорим о событиях прошлого века Мы при этом понимаем, что все происходило В рамках одной страны Если мы говорим о событиях 2008-го года Глобальное мировое пространство Новости поступают мгновенно Они мгновенно становятся старыми И мы распространяем эти новости Как колебательный процесс Он становится мощнее Что мы раскачиваем эту лодку Более активнее И мы начинаем бояться Уже вообще В каком-то смысле Сами себя начинаем бояться Мы не понимаем, с какой стороны Сейчас вот эта волна Вот хорошо, в вашем секторе Как это началось? То есть сети перестали вовремя платить? Или что? Вот как это пошло? То есть информационное случилось В головах уже у всех есть А сети-то почему перестали платить? Потому что Насколько я понимаю Сначала наступил банковский кризис Потому что наступил финансовый мировой кризис Возникли вопросы с ликвидностью То есть мы начали бояться Ликвидность началась между банковскими структурами В мировом пространстве Нет, я уже про нас Крупные корпорации Начали требовать возврата денег назад У всех компаний до этого были планы Стратегические планы Об экспансии Надо было захватывать следующие пространства Браздить мировые океаны Бежать Бежим налево, бежим направо Потом разберемся, когда захватим Дальше будем разбираться Как со всем этим делать Компании позволяли себе иметь Дотационные направления Например, в компании Ледова Был завод, который был приобретен В 2003 году Конфликт интересов Интересов территории Наступил в 2005 году Когда появился мощный Мировой игрок В соседях И этот конфликт Привел к тому, что на протяжении Следующих трех лет Компании Ледова В Калининградском регионе Просто не давали работать Этот конфликт Экономику подорвал Данного предприятия А у предприятия Вы его тянули Мы его тянули За счет За счет другого Большого предприятия При этом Тот, кто играл В конфликт интересов Относительно территории Приходил и неоднократно Говорил Готов купить Но покупал каждый раз Ниже рынка Ниже Предложения интересов Соответственно Продавать в этот момент Было разумно И я готова была сделать Такой шаг Потому что я понимала И я говорила Что мы найдем Все точки Интересов Что когда это будет выгодно Одной и другой стороне Соответственно Исходя из этого Можно было Спокойно выйти Спокойно И с прибылью При этом выиграли Тогда В таком случае Выиграли бы обе стороны И та сторона Не конфликтовала бы С нами три года И соответственно Мы вышли бы Из конфликта Имели прибыль Более эффективную Эффективную логистику Соответственно Эффективная логистика товаров Она приводит К быстроте Поставки денег Быстрее оборачиваются деньги Быстрее получаем доходы На вложенные доллары Или на вложенные рубли В итоге получилось Совсем все по-другому Затяжной конфликт На протяжении трех лет Да Компания Ледова Выиграла все конфликты Получила свои сервитуты А в ноябре 2008 года Происходит Ну или в сентябре 2008 года Происходит мировой финансовый кризис По итогам которого Компания Мировая логистическая компания Наш сосед Принимает решение о том Что они закрывают проект Который они делали Соответственно Складывают все в чемодан Они проиграли Они упаковали свой проект И соответственно Потому что Объем логистических услуг В тот момент Упал больше чем на 50% В мировом сообществе Мы перестали Перевозить грузы По всему миру Меньше стали потреблять Все начали Стремительно экономить В этот момент Кроме всего прочего Наступил период Неплатежей Из торговых сетей А период Неплатежей Из торговых сетей Привел Именно Пришел из того Что мировые банки Начали требовать деньги От тех сетей Которые Расставляли Завоевывали территории И соответственно Действительно По всей системе Произошел коллапс То есть Общество Или точнее Бизнес развивался По сути Как вперед Мы авансировали Мы авансировали Производство Вперед Мы авансировали Будущие Строили торговые центры Что когда-то Они окупятся Мы покупали Новые заводы И фабрики В надежде Что в течение Трех-пяти лет Они окупятся Мы максимально Рассчитывали Что эффективность Будет такова А реальная эффективность По итогам Была совсем другой Более того У российского бизнеса Такой длительный Предыдущей Статистики Аналитики Вообще не было истории Нет Истории не было История предпринимательства Есть Истории Ну я историю Меню ввиду Когда ты помнишь У тебя есть память Памяти нет Она работала Аналитики Экономики предприятий Причем Эффективно работающих Предприятий Нет Мы с вами Как раз Имеем Тот опыт Когда советское Предприятие Работало В какой-то момент Оно закрылось Потому что оно перестало Приносить тот объем Прибыли Ну да И его каким-то образом Назвали совсем по-другому И оно стало работать От лица уже других Собственников То есть нет длительных Историй Моделей Как бы Развития предприятия Нет И скажем Можно Скажем Вот может такую выбрать Может такую Можно сейчас говорить Ах Как Вот как Как же так А мы же с вами Проходим За 10-15 лет Мы проходим По сути Столетние Предыдущие истории Которые там 100-200 лет В мировом сообществе Происходили Все настройки Капитализма Мы эти настройки Капитализма Выстраиваем Сейчас за 10 лет Поэтому неудивительно Что происходят такие Ну Можно это называть Крушениями Можно говорить о том Что Как же так Тут не учел Там не предусмотрел А невозможно Ликвидность Ликвидность Это способность Материальных ценностей Быстро и без проблем Превращаться в денежные средства Денежные активы Для погашения долгов Проведения оплаты Сделок И для собственных нужд При этом Ликвидные материальные ценности Сохраняют свой номинал стоимости То есть Под понятием Ликвидность Стоит понимать товар Обладающий высочайшими качествами При сбытии Или обмене На денежную единицу Примером ликвидности Может служить золото Золото ценилось Ценится И будет цениться в будущем Золотые активы Можно быстро и легко Превратить в реальные деньги В любой стране Золото практически Не обесценивается По отношению к мировой валюте Понятие ликвидности При ситуации с кредитованием Определяется следующим образом Ликвидность Это способность заемщика Осуществить своевременное Исполнение долговых обязательств Другими словами Его платежеспособность Скажите Можно ли так Глобально говорить О том Что мы имеем дело С кризисом Некой модели Развития бизнеса Конечно Модели Вот это экспансионистская Вот это через кредитование И так далее И так далее То есть Ее надо как-то пересматривать Когда произошло В 2008 году Все то, что произошло В мировом сообществе В мировом пространстве Так получилось Я очень много обучаюсь В разных школах MBA Встречаюсь с профессорами И я очень часто Стала слышать о том Что все, чему обучали в MBA На сегодня не работает И что сегодня Нет менеджмента Который придет И решит те задачи бизнеса В которые мы Ну тот период В который мы вступили Причем в мировом пространстве Перед нами открылась Новая проблематика Новая вариативность Такая неопределенная Неизведанная То есть надо привыкнуть К тому Что жить нам В эпоху перемен Опять Опять и навсегда Опять выбирать Опять искать варианты Развития Да хорошо Это же приводит к тому Что мы постоянно развиваемся Да И мы понимаем Что вот то, что сегодня Называлось столом Завтра может Как-то Завтра Нет той устойчивой поверхности Которая навсегда Да Что все подвержено Изменением Есть ценности Но они нематериальные Которые навсегда И все что с нами происходит Это для того Чтобы мы нашли Настоящие ценности Чтобы мы перестали Искать Относить Вот эту опору В материи Ну так же удобнее Это же как бы Снимает страхи А больше этого не будет А больше этого не будет Есть на что опереться Ну как Когда Мы фактически опираемся Когда люди живут в Японии На программы На модели На стереотипы Они постоянно ждут Что может случиться Землетрясение У них Да С уровнем Очень высокий уровень безопасности При этом Когда ты ночью Просыпаешься В Казалось бы В таком крепком пространстве А тебя очень сильно Качает Сбрасывает с кровати То в общем Понимаешь Что Что-то непредсказуемое Происходит Значит У кризиса Есть своя Позитивная сторона Он нас Учит тому Что мы живем В вариативном мире Потому что Стереотипы И наработанные Модели Которые были для нас Своеобразным Таким каркасом Который позволял нам Спокойно Просто экстраполировать Что-то в будущее Это сейчас не работает Не работает И это очень хорошо И мы попадаем В такую Творческую атмосферу Где нужно Создавать все заново В этом Позитив кризиса Да Получается В этом Каждый из нас Является выгодоприобретатель И в этом Как раз Открываются Уникальные возможности Для огромного Количества Новых предпринимателей Новых Студентов Школьников Что Можно сказать Что Надо же Все уже Все до меня Уже придумано Да До тебя уже Все придумано Да У нас молодежь Так говорит Ну куда же Куда же Мне сейчас Все ниши заняты Все все время Меняется Ниши все заняты Все же уже заняты Да Все для того Чтобы у молодежи У предпринимателей Есть кому А тут оказывается Еще есть Тут всегда что-то новое Тут всегда новые изменения Тут всегда новые события Изменения валют Изменения курса валют Какая там следующая Будет валюта Или вообще Можно сказать Что денег Совсем не будет Вот так даже Да Еще все-таки Одна уловка Такая Попытаюсь Все-таки А вот возможно Модель бизнеса Которая будет Ну так условно Скажем Кризисоустойчивая Сегодня читал Стою Там про Ротшильдов Да Они говорят А что Какая проблема У нас вот Антицикличный Такой бизнес Когда значит Все замечательно Мы помогаем Заниматься людям Слияниями Поглощениями А когда кризис Ну мы занимаемся Реструктуризацией У нас антицикличная Модель Все замечательно Это У меня знакомый Один Он занимается Ну ритейл Но помогает Искать офисы В общем услуга Предоставления офисов Он говорит Кризис Все замечательно Когда нет кризиса Я значит помогаю Расширять офисы Когда кризис Значит Надо искать людям Склад Куда им все это Свозить И надо искать Маленький офис То есть и там И там вроде как Хорошо Вот есть ли такие модели Которые Ну как бы Стрессоустойчивые что ли Или там Кризисоустойчивые Самая Считаю что Стрессоустойчивая модель Это когда Человек Внутри себя Создает Такую структуру Внутри себя Когда он знает Тот внутренний стержень На что он может опереться Конечно Если мы говорим Относительно бизнеса Нас просто не учили Нас в советское время Не учили Что Часть денег Надо оставлять Как некий Такой Накопительный фонд Либо Да Очень простая вещь То есть Чтобы всегда Была некая Такая подушка безопасности Из моего детства Я хорошо помню На черный день Из моего детства Я помню События Когда Деньги Обесценивались В какой-то период Незначенные продукты Было На всякий случай Да И поэтому Каждый раз Когда По всей вероятности Бессознательно Хочется Что-то отложить Оставить Разместить Где-то на счетах Чтобы на это Приходил Дополнительный доход В этот момент Срабатывает Состояние Вот та самая Модель поведения Что А чего оставлять Все равно Отберут Кто-то Да То есть Кризис Случится Изменения Законодательства Законодательства Деньги решат поменять То есть Что-то такое Произойдет Все равно Но этого не будет И поэтому Мало кто Из людей Вирусная программа Такая у нас есть Да Мало кто Из тех Наших Что называется Из советского Периода людей Очень желают Заниматься Именно Созданием Такой системы Безопасности Фондом Накопительным То есть Создать некий себе Фонд Фонд Не знаю Пусть он будет Называться Взаимопомощи По сути Некая кислородная подушка И нет такого Предложения на рынке Таких инструментов Которые говорят Ребят Мы вот Инструменты есть 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 Некоторые депозитарии Есть Масса возможностей Как Массовую услугу Для предпринимателей Методы страхования Основная масса людей Скажем Боится этого Не будет сознаваться Что у них есть Та либо иная сумма денег Кто-то покупает Золото Кто-то Складывает деньги В швейцарский банк Нет, я даже говорю Про какой-то Такой системный Подход со стороны Допустим Страховых компаний Мы этого не обучены Для бизнеса Даже Для предпринимателей Она как правило Есть Но она настолько Дорого стоит Что Вы каждый раз Ну по сути Будете подходить К этой ситуации И как обжигаться Говорить Ну когда Все случится Ну значит Вот случилось Потому что Что вы думаете Мои компании Не были застрахованы Застрахованы Только не от того Да Что произошло Я сегодня Фразу услышала О том Что Вот когда Ты По сути Там Зам Директора Или Знаешь Собственника Когда у тебя Что-то происходит То ты Обязательно Можешь Прийти К этому человеку И легко Решить Тот вопрос Которого Тебя Зацепило Ну скажем Доступ к телу Что называется Да Близость Я подумала Да Это говорит Явно говорит Тот человек Который никогда Не бывал В такой ситуации Потому что Только Кого-то Объявят Банкрот Как-то Двери все Закрываются Окна все Закрываются Для этого человека Или У кого-то Случилось Страшное Завели Уголовное дело Сидит В СИЗО Все побежали Там Все побежали Говорят Слушай Чем тебе помочь У тебя может Денег надо Тебе У тебя может Дети Как-то Жена Что Что Нет Каждый Каждый Как-то Хватает Свои интересы Жены Убегают В своем Направлении Спасая Себя Своё Имущество И все Остальное Жена Ну это же может быть и муж Я просто к тому Что Как правило Мы же говорим сейчас О стрессоустойчивости Что когда происходит Некий такой стресс Некая такая ситуация Действительно Это настоящая проверка А кто рядом с тобой Почему я говорю Что это Благополучение Почему я говорю Что каждый человек В этот момент Выгодоприобретатель И слава богу Что есть возможность Посмотреть А с кем я А с кем я вообще Все это время Я же Я же любила Этих людей Я делала Все для них Лучшее Что я могла Я же вместе С ними Пуд соли Съела А оказывается Я вот таких вещей О них не знала Как интересно И поэтому Каждый раз Когда мы Проходим Сквозь такие Стрессы Это нам Добавляет Того самого Опыта Бесценного Который Не приобретается Ни за какие Деньги Сервитуты Сервитуты представляют собой Весьма уникальное Правовое явление И своим появлением Обязаны Древнеримским юристам Сервитут происходит От латинского Servus Rap И представляют собой Вещное право Позволяющее Пользоваться чужой вещью В ограниченном отношении Для прохода Проезда Прокладки труб Через соседний участок А также Для обеспечения Любых других нужд Если удовлетворить их Иначе Как посредством Установления Сервитута Невозможно В соответствии С пунктом 1 Статьи 274 Гражданского кодекса Российской Федерации Собственник недвижимого Имущества В праве требовать От собственника Соседнего земельного Участка Предоставление Право ограниченного Пользования Соседним участком Сервитута Таким образом Можно говорить О нескольких условиях При наличии которых Собственник недвижимости В праве требовать От соседа Установление Сервитута Первое Наличие Двух недвижимых вещей Принадлежащих Разным лицам На праве собственности Пожизненного Наследуемого владения Или постоянного Бессрочного пользования Второе Наличие общей границы Между недвижимостями Третье Более выгодное положение Одного участка По отношению к другому Вследствие чего Служащий участок Может удовлетворить Потребности соседа В обеспечении Водоснабжения Прохода или проезда Опоры для здания И так далее Соответственно Можно ждать Когда внешняя среда Тебя подкорректирует Чтобы набирать Новый опыт И проходить Сквозь кризисы А можно Самому Каждый раз Перед собой Ставить Некий вызов Некую другую планку Ставить новые цели Чтобы внутренне Расти Чтобы физически Расти То есть По сути Каждый раз Ставить перед собой Как Помните По-моему У Мюнхгаузена Если встал Значит Соверши подвиг То есть Что каждый день Есть место подвигу Так подвиг Обычному человеку Не хочется Каждый день Совершить подвиг Ему хочется Просто Проснуться Там Поесть Отправиться На работу Отработать день Вечером Отдохнуть Там Как-то Это нормальная Размеренная жизнь Да Нормальная Размеренная Нормальная Размеренная Жизнь Это без Внутреннего Вызова И никакого Кризиса Внутреннего Развития Ну Скажем Это некое Прожигание Жизни Ну Там Делай раз Делай два Делай три И снова Раз два Раз два Раз два Три Ну то есть И где А где Где то самое Развитие Где Где тот результат Там Зачем Меня школа Бесплатно Обучала Зачем Я в институте Провела Пять лет Ну Обучалась То есть В меня Система Вкладывала Государственная Ждет Когда я Наконец-то Начну давать А я Опять Пристроилась В следующую Систему И Проснулась У компьютера На работе Просидела Шесть часов Наступило Я вот так же Пошла С сумками Домой Ужин готовить Я хочу Это подписать Это есть Моя жизнь Спасибо Кризисам Не дадут Расслабиться Концепция Маленьких Радостей Ну Вот А почему Маленьких Радостей Кто вам запрещает Получать Большие Радости Да Как-то вы так Вздохнули От чего Вы грустны От вызовов Конечно Я представляю Обычного Простого Человека И перед ним Мы теперь рисуем Такую картину Что вот Готовься Очередной Кризис Готовься К проблемным Ситуациям Так мы еще Со школьной Скамей Будь готов Всегда Он еще больше Мы его вгоним В страх И он Совсем Начал Все бояться Почему страх Нету Мы его подготовили С сегодняшнего дня Объявляется Полная неопределенность И непредсказуемость Потому что Мы живем Во время Мобильных Телефонов Интернет Пространства Все что сейчас Происходит Уже об этом Все все знают Вот все что сейчас Здесь происходит Я бы так помягче Я бы вот так Сказал Ну почему помягче Смотрите Вот сейчас Я находилась В предыдущей студии И происходили Следующие события Я вещала со сцены Тут же шла Онлайн Трансляция И тут же Человек Фиксировал Фотографии Часть выступлений И соответственно Сообщал Окружающим людям Которых не было Сейчас Среди других То есть Раньше работало Сарафанное радио Мы с вами встретились Друг другу что-то сказали И пошли дальше Сообщать Соответственно Медленное движение Информации Посмотрите Как это сейчас происходит Мгновенно Что-то появилось Новое Мгновенно Все знают Стива Джобса Не стало В ту же самую минуту Весь мир об этом узнал В ту же самую минуту Что-то произошло На рынке акций Они Опустились Поднимались То есть Что-то произошло Сразу В структуре Компании Другие люди Стали принимать Какие-то решения Связанные с этим Событием Не, ну Объем информации Увеличился Конечно И что? Важна Скорость Принятия решений Просто этот Объем информации Он приводит к тому Что Ну как дерево Легче всего Спрятать где В лесу Вот сейчас Мне кажется Наступает такой момент Когда это Обилие информации Будет просто Приводить к тому Что значимость Какой-то Определенной информации Она вот В этом общем ряду Теряется просто Ее так стало много Это будет теряться Как вы говорите Для людей Которые стремятся Утром встал Пошел на работу Нет Я думаю Что просто Количество информации Это не аргумент Вот что-то другое Было У вас Когда вы говорили О том Что мобильность И так далее Ну информация Это ладно И скорость передачи Я просто считаю Что Профессиональные люди Они смотрят Именно на ту Либо На Сопутствующие Отрасли Либо на конкретные Вот тот самый барометр Везде работает И замеры Как раз Относительно того Какие изменения Где происходят Насколько эти изменения Вот уже все Уже штормит Уже пора Обратить внимание Ну потому что Когда штиль Ну да Действительно Можно расслабиться Когда 10 человек Говорит про кризис Ты начинаешь уже Как бы Сметать эту информацию Со своей стола Думаешь Господи Вы уже просто привыкли Опять про кризис Опять про кризис Опять про кризис А мы уже к этому моменту Привыкаем К этой информации Она для нас Становится бессмысленна А вот когда Первые сигналы Или когда вдруг Вы хотели Там например Что-то приобрести А этого не случилось Или вы собирались Поехать в отпуск Но В силу того Что компания Не заплатила вам зарплату Или не выдала вам Отпускные Или вообще Сказала Слушай Заявление напиши Ты с сегодняшнего дня Уволен Вот в этот момент Вот в этот самый момент Человек До человека доходит Кризис О Что-то действительно Случилось А до этого Там все говорили Кризис Кризис Но пока Лично Не коснулось Кошелька Неожиданного события Сейчас пойдет снег Сейчас пойдет снег Пойдет снег Пойдет снег Ну в общем Уже и растаял Ну как бы Меня же не завалило Ротшильды Династия финансовых магнатов Начало которой положил банкир Майер Амшель Ротшильд Из Франкфурта на Майне Обогатившийся в 18 веке На военных поставках И финансовых спекуляциях Фамилия происходит От внешнего вида Эмблемы ювелирной мастерской Принадлежавшей Майеру Амшель Ротшильду Эмблема мастерской Представляла собой Изображение Золотого римского орла На красном щите Со временем Мастерскую так и стали называть Красный щит Позже Майер Амшель Взял себе фамилию По названию мастерской Красный щит Или Ротшильд Учредителем династии Ротшильдов Является Майер Амшель Ротшильд Основавший банк Во Франкфурте на Майне Дело продолжили Его пять сыновей Амшель Майер Соломон Майер Натан Майер Кальман Майер И Джеймс Майер Братья контролировали Пять банков В крупнейших городах Европы Париж Лондон Вена Неаполь Франкфурт на Майне В настоящее время Существует только Две ветви Ротшильдов Английская от Натана И французская от Джеймса Остальные вымерли Например Последний австрийский Ротшильд Умер бездетным В 1980 году Члены семейства Ротшильдов Играют важную роль В современном европейском бизнесе Доходы группы В 2003 году Составили 828 миллиардов долларов Это самая богатая Династия в мире По неофициальным данным Их доходы составляют До триллиона долларов Дело не в обилии информации А в том, что мы научились Менять модели поведения В процессе жизни Этого раньше вообще не было Человек рождался Живешь, родился хореком Живешь хореком И умрешь хореком Как в одном фильме А тут человек меняется Он меняет модели поведения Менять модель поведения Можно только осознанно Либо Будет востребовано даже это Либо благодаря тому Когда происходят Вот эти мировые толчки Да То есть когда Тебе действительность заявляет Все А все А денег больше не будет Деньги будут только электронные И пощупать Не получится Нет И наши дети будут Следующие появляться Те, которые понятия не имеют Что у вас Вот это вы называли деньгами Какие деньги Как это не мог позвонить Ну автомат не работал Говоришь Вот ребенку говоришь Ну автомат не работал Какой автомат У тебя мобильный телефон В руке Ты что Как не мог позвонить Да Да Невозможно рассказать Историю В которой ты не мог Найти двушечку И позвонить Из автомата Все Для современного ребенка Это непонятно Ну это событийный ряд Меняется Но при этом Это не факт Что меняется модель поведения Знаете что еще хотел спросить Мы уже так в принципе Достаточно долго общаемся Вот есть ли какие-то Ну стрессоустойчивые техники Да Вот техники стрессоустойчивости Ну поделитесь каким-то Может быть опытом И так далее Что позволяет вам С таким оптимизмом Так с такой уверенностью в себе Проживать вот эту Достаточно сложную ситуацию Которая происходит Со всеми предпринимателями Я очень много общаюсь С предпринимателями И ну вот Это люди которые В общем закалены В этой жизни Да И вот они как-то То есть держат Это что Это просто усилием воли Держатся Или все-таки Есть какие-то секреты В каком-то смысле Мы же все с вами Обучались На прекрасном фильме И прекрасной книге Как закалялась Таль И вот мы Я думаю Что так и являемся Олицетворением Гвозди бы делать Из этих людей Мне иногда просто Вот Как Приходит Нечто ностальгическое Из тех самых Периодов Нет Ну не знаю Может вы утром бегаете Может на лошадях катаетесь Может еще что-то Может быть Плаванием занимаетесь Я много чего делаю Но не для того Чтобы стать стрессоустойчивой Это часть жизни Да Самое главное Понятие И принятие Событий Когда происходит Даже не стресс А некое экстремальное событие Да Как себя можно повести Можно напугаться Ну и в общем Я думаю Отключиться от нее Основная масса людей Она действительно Так и ощущает Когда происходит Нечто Некий экстрим Как правило У меня от рождения Было так Что я Чем хуже было вокруг Тем я была Более собранная И мне всегда Это помогало То есть вы не зажимаетесь Не скукошиваете Я зажимаюсь Но именно зажимаюсь Чтобы разжаться То есть я как бы Ухо Да То есть именно как пружина Ну мне так видится Что я настолько становлюсь собранная Я очень четко И ответ приходит Да Я там вовремя просыпаюсь Или могу совсем мало спать То есть я очень четко Ну как Я не знаю наверное Как воин становлюсь Ну понятно Случилось Ну тут масса проблем Масса вариантов Надо действовать Надо сконцентрироваться Надо собраться Взять себя в руки В бою никто кормить не обещал Идем Достигаем Как достигаем По дороге разберемся И поэтому Конечно я говорю Что каждый человек Ведет себя каким-то своим образом И тут никого не надо Не критиковать Не обвинять Это нормально Что кто-то не выдерживает Тот кто не выдерживает Он конечно больше В эти воды А вот скажите Помощь приходит Вот откуда-то Вот неожиданно Да Вот в этой ситуации Приходит если В каком-то смысле Начинаешь красиво Проходить эти испытания Ну говоришь Да Я готов Да И идешь Жду Жду ответа Не то чтобы Жду ответа Помоги Ну вы же помните Горящий куст И из куста Моисею было сказано Сними Здесь святая Сними свою обувь Останься Здесь святая земля То есть будь здесь Не беги Не прячься Прими эту ситуацию Такой какая она есть И начни Решать эту ситуацию Так как ты Приняешь То есть ситуацию Нужно принять Обязательно надо В том объеме В том как бы Не прячься от нее Признать Принять И так далее Конечно Да Да она случилась Да Произошло событие Одно Второе Третье Назвать вещи Своими именами Как говорил доктор Тойч Лопату надо назвать Лопатой Понятно Не приукрашивая ее Не стремясь Сказать самому себе Что это как-то Совсем по-другому Называется Это надо назвать Именно так Как это называется Это аппарат Для копания земли Да И как только Происходит Принятие ситуации Такой какая она есть Здесь уже Можно сказать Мы открыли для себя Фундамент Или то место От чего можно Оттолкнуться То твердое место А дальше Наступает Элемент Тренировки веры Ну помните Как мы начинали Мы говорили о том Что Зачем Для чего А как веру тренировать Веру в невидимое Ну это не Интеллектуальное Вообще занятие Это какое-то другое Это внутреннее Духовное занятие С головой К этому никак Не подберешься То есть Ты сколько не говоришь Ну вот Да Вот надо как-то Потренировать Оно Как-то По-другому происходит Надо принять для себя Что А вот как веру А задайтесь вопросом Как натренировать Веру в невидимое Да В общем Вопрос такой Просто поверите Создаю новую модель поведения Что вот Раньше Раньше Всегда После того Как Происходило Нечто экстремальное Умирало Падало Все Говорило Все Все А я Решила Не сдаваться Я решила Стать другой И соответственно Ну хорошо Да Это произошло И это произошло Но это все Для чего Для того Чтобы я поняла Что Не в деньгах счастье Не в том Что Ну хорошо Вот эти люди Больше не со мной Они не хотят Со мной разговаривать Встречаться Они считают Что Ну не о чем Со мной больше Разговаривать Ну хорошо Не о чем Тоже зачем Это мне надо Что сегодня У меня есть Какие самые Сильные качества Я могу Сегодня Посчитать Как актив У меня есть опыт Тот Какого нет Ни у кого другого У меня есть Там Какие-то Материальные Безделушки Что я могу С этими Материальными Безделушками Сделать В такой Период Например Продать Чтобы Удовлетворить Свои Потребности Ну чтобы Себя Чувствовать На том уровне На котором Я привыкла Либо чуть-чуть Как Этажом Ниже Понятно Но тем не менее Допустимо То есть что Да В этом состоянии Я готова Могу И действовать дальше А дальше Себя тренировать Вот я верю Что Вот так Возможно Никогда Раньше Так не поступало Тем не менее Вот прочитала Что вот это Так мог А у этого Так получилось Значит у меня Может это Получиться И соответственно Натренировать себя Именно на Абсолютно Новое Убеждение Что например Я успеваю Отдохнуть За час Ну за один час Когда сплю То есть что Для того чтобы Отдохнуть Не надо восемь часов Спать Что одного часа Как на таблетке Достаточно Но опять Себя можно Натренировать Потому что Раньше Я себя тренировала То есть это Открытие самого себя И открытие Совершенно новых Возможностей Которые оказываются Возможности И способности Человеческого ресурса И человеческого Организма Неизведанные Неизученные Как это Не познанные И к тому же Еще и не Раскрыты До конца И кризис Позволяет Их Конечно И узнать о себе Так много Нового Чего раньше Невозможно было Нигде изучить Ну а в общем Наша жизнь Она Что познай Самого себя Вот мы так Себя и познаем Да Так и есть Хорошо На этом Мы заканчиваем Нашу передачу Спасибо вам большое С вами была программа Барометра деловой России И я Николай Астарков Мы продолжим Вместе с вами Следить за бизнес погодой И рассказывать о тех Кто ее делает Увидимся В следующем месяце Желаю вам Отличной Бизнес погоды Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует... Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok